Глава города-курорта Сергей Сергеев и председатель городского совета ветеранов Анатолий Гапонов возлагают венок памяти к мемориалу в сквере воинской славы. Это отправная точка. Вечный огонь. От него зажигают церемониальные факелы. Далее частицы огня передадут каждому участнику шествия. Мы преклоним колени, отдаем дань памяти павшим и живым ветеранам Великой Отечественной войны. Те, кто в бою себя не жалели, а Родину спасли. И не только Родину. Советскому солдату-освободителю рукоплескала вся Европа. И надо отдать, что 72 года мы живем благодаря их бессмертному подвигу. Факелоносцы – воспитанники кадетской школы имени Старшинова. Максим Сафронов учится в девятом классе. В команде уже третий год. Считает это первым важным заданием в своей военной карьере. Гордый за свою страну получается, что ты служишь своей Родине. Ну, хочется служить России, получается, Родине. Путь от Вечного огня до морского порта церемониальным шагом занимает около 15 минут. В войну бывало, что за метры земли сражались месяцами. Актерам, которые выступали со сцены, установленные возле пирса, примерно столько же, сколько их сверстникам в военные годы. Вживаться в роли практически не нужно. Все начинается с бравады, а заканчивается осознанием новой реальности. Мне нравится война. Осталось совсем немного километров, и я на передовой. Руки в мозолях, ноги стоптаны. А я же девушка. Простая советская девушка. У меня была огромная, красивая страна. Теперь только взрывы ко мне. Одиночество. Татьяна Назарова живет в Анапе. Занимается организацией частных торжеств и праздников. Но главный для нее именно тот, что со слезами на глазах, память о дедах, нашествия пришли всей большой семьей. Мы очень трепетно относимся к этому празднику. Очень. И стараемся, чтобы наши дети, вот старшие наши дети где-то тоже здесь. И хотим, чтобы наши дети так же относились, как и мы. Бои проходили и на суше, и на море. В Анапской бухте во время войны погибли сотни моряков. В память о них в открытом море на воду спустили венок и бескозырку. Символ памяти и благодарности за мирную жизнь и свободу.